Сквер побратимов на улице Талсинской, памятник «Скорбящая мать» у Щелковского театра, бюст космонавта Комарова на улице его имени, технотканский мостик через Клязьму, кладбище немецких военнопленных в деревне Кожино. Что объединяет эти хорошо известные всем горожанам объекты? А то, что их всех могло и не быть, если бы не инициатива и настойчивость одного человека, активного участника общественной жизни Щелкова. Зовут его Дмитрий Иванович Андрющенко, и на днях ему стукнуло 90. В период локдауна широкие торжества проводить нельзя, но и не поздравить с такой датой нельзя тоже. Небольшая церемония с соблюдением санитарных требований и участием ограниченного круга гостей прошла в Совете ветеранов. От лица главы городского круга Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова поздравить вас с юбилеем. Вы один из тех людей, чьи деяния знает каждый Щелковец. Мы вчера обсуждали этот вопрос, и я просто поражен. Везде ваше участие. Спасибо вам большое, наш город, благодаря вам, такой прям процветающий, богоустроенный. Вклад юбиляра в жизнь муниципалитета отмечен почетным знаком за заслуги перед городским округом Щелкова. И жизнь, вот спрашивает, как Дмитрий Иванович? Да, наверное, старался сделать как лучше, что-то за что-то и обрался. Дмитрий Андрющенко ветеран вооруженных сил. За время службы сменил 9 гарнизонов. Служил в Воркуте, и оттуда в 74-м был направлен в войсковую часть 26-178 космических войск, что в Щелкове-7. Часть до сих пор называет родной, и военные его помнят. Замкомандира Юрий Ершов вручил юбиляру уникальную награду – почетный знак ВЧ-26-178 космических войск. Я на такой должности был старшина подразделения. Притом, хозяйственное подразделение. Один вправо идет, другой влево. И вы знаете, сложность была такая. И когда я за год с 13-го места вывел подразделение на третье, мы стали показательными. То генералы, командиры частей, я же говорил, что часть показать, спрашивали, а как же это ты так умудрился, а? Они аж не верят. Я говорю, 19 часов работы. Мы вместе служили с Дмитрием Ивановичем и здесь в войсковой части. А потом, значит, я прибыл командиром в Иркуту, и самые добрые были там воспоминания о службе Дмитрия Ивановича в Заполярье. Дмитрия Ивановича поздравили представители общественной палаты, Совета ветеранов. В 80-е он командовал народной дружиной, но ветераны Щелковской полиции договорились поздравить его позже, в торжественной обстановке. Везде, где служил, Дмитрий Андрющенко оставил о себе хорошую память. А когда из армии уволился, посвятил себя общественной работе, много писал и до сих пор пишет в районной газете «Время». Был советником многих руководителей Щелковского района и помогал, подсказывал, советовал не на словах, а на деле. Об одной инициативе стоит рассказать подробнее. В начале 90-х, узнав от местных жителей, что где-то у деревни Кожино было кладбище немецких военно-пленных, которые после войны обустраивали Чкаловский аэродром, он предложил главе района Николаю Пашину его восстановить. Тем более уже завязались побратимские отношения с Хемером, городом в Германии, а там за могилами советских военно-пленных ухаживают. «Видели, как возили трупы, захоронили, сами немцы, немцы возили, русские никто в этом деле не участвовали. Что вот там, но там заросло бурьяном, мы потом уже это, как говорится, когда я сказал Пашину, Пашину говорит, надо, он издает постановление, и уже мы официально начинаем искать место, где они захоронят. Нашел списки, план захоронения, все я нашел, и, значит, на 82 человека. За это время нашли четырех человек, родители, нашли через 62 года, и вот в прошлом году, за 75 лет, внук нашел дядю». На пятачке земли напротив узла связи на Талсинской Дмитрий Андрющенко предложил высаживать деревья почетным гостям и жителям района. Глава Леонид Твердохлебов поддержал. Так появился сквер, где сажали деревья не только друзья из городов-побратимов, но и герои Советского Союза и России, воины-афганцы, многие другие. Много чего еще предлагал властям Андрющенко, и нередко его идеи находили воплощение. И не только предлагал, но и сам находил подрядчиков, специалистов, сам предлагал инженерные решения, часто нестандартные, сказывалась армейская хозяйская хватка. Кто бы догадался, что частью высокого постамента скульптуры Григория Потоцкого «Скорбящая мать» является обычная бетонная труба и колесный диск от КамАЗа. Долго доказывал главе, что памятник космонавту Комарову наиболее органично будет смотреться там, где он сегодня установлен. Доказал и оказался прав. И первый в современном щелкове фонтан на улице Пушкина тоже появился благодаря инициативе и настойчивости Дмитрия Андрющенко. Жители могут быть ему благодарны и за технотканский мостик. Многие помнят, какие были неудобства, когда предыдущий аварийный пришлось демонтировать. Ответственные за эту сферу чиновники называли баснословные суммы, требующиеся на восстановление. Глава района предложил Дмитрию Ивановичу подумать, как бы сделать быстро и не очень затратно. Через пару месяцев мост стоял. Сначала надо заказать, этот проект будет стоять 12 тысяч, а тут дальше еще год надо ждать. Еще тут 16 тысяч, такой миллионов, что я говорю. Миллионы все. И так выходило, в общем, этот мостик должен выйти, был тысяч, то есть миллионов 40. И через год, а мы построили его за 2 миллиона 407 рублей. И мы сэкономили такую громадную сумму и время сэкономили. Вот такой он, Дмитрий Иванович Андрющенко, который в 90-е лет пообещал взять на себя еще пятилетку. А мы добавим, можно и не одну. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...